Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вы увидите, ну можно сказать, уникальное такое интервью, хотя ничего там уникального нет, это жизнь. Но для большинства из вас, даже тех, кто меня давно смотрит, это будет во многом удивительно. Но я представляю, насколько это будет уникально и, может быть, шокирующе для тех, кто живёт в неведении и свято верит в официальную медицину. Дело вот в чём. Пришло мне вчера письмо от одной девушки, женщины, которая прислала мне определённого содержания письмо. Я вам сейчас его зачитаю. О чём же там идёт речь? Дело в том, что она вылечилась от официально неизлечимого заболевания. Более того, ей предлагали сделать срочную операцию, удалить щитовидную железу, потому что у неё две проблемы. Киста в щитовидной железе и аутоиммунный тереоидит. И это звенья одной цепи. Но они консультировались, а люди, ну финансово обеспеченные, консультировались очень именитого дорогого профессора медицины, которая сказала, что, скорее всего, вы не доживёте до лета, если не сделаете сейчас срочно операцию. Ну и в итоге, я не буду всё говорить, вы услышите сейчас, скоро девушка сама всё это расскажет вам. Но в итоге, по моим методикам, она полностью излечилась. И произошло то, что люди обычно считают чудом. Почему я это сейчас решил вот маленькое вступление сделать? Мне очень и радостно, и кое-что мне обидно. Что мне радостно? А радостно, что люди имеют, всё-таки некоторые пишут вот такую обратную связь. Но обидно то, что, к сожалению, многие, излечившись от неизлечимых заболеваний, как бы стесняются, кто-то боится сглазить. И не делятся вот с вами, как это решила сделать эта девушка, своей радостью, чтобы показать другим людям, простым, хорошим, порядочным людям, что есть надежда. Не то, что надежда. Это однозначно всё, пока человек жив, излечимо. И вот своим примером показать, понимаете? А многие приходят ко мне, благодарят, вот на ярмарке на те же... Приходят лично и говорят, вот рак прошёл, третья стадия, мы с вами лечились. Вот это, это. Я говорю, расскажите. А я камеру всегда с собой беру. Некоторые говорят, знаете, ну я боюсь, глаз здесь не снять. Давайте потом, потом, потом. Вот я призываю вас, дорогие друзья, меня многие будут слышать, кто тоже излечился от очень многих заболеваний. Помогите другим людям. Дело не во мне личное. Да, это мне как бы добавляет тот статус и имя, что называется. Но дело здесь совершенно не в этом, да? А в том, во-первых, чтобы закрыть рот мерзавцам и подонкам, которые уверяют, не имея на это никакого права, никаких аргументов, никакого, собственно говоря, повода, что это всё ерунда, это не лечится. Вот давайте сейчас два момента. Письмо девушки. Эля Белозорова пишет. Добрый день. Очень благодарен Юрию Андреевичу за лекции. Сняла видео о том, как я выздоровела от аутоиммунного тереидита благодаря лекциям вашим. Давно уже хотела снять данное видео, но то стеснялась, то думала, что оно вам не нужно. Ну-ка, я им писал, ну как же не нужно? Оно и мне нужно, как обратная связь. Я рад, что со мной есть такая обратная связь от моих зрителей, но и это нужно людям, это очень нужно людям. Но в последних ваших видео вижу, как важно и ценно для вас получать благодарные письма. Безусловно. Во-первых, мне это радостно, что я не зря работу свою делаю. Имея определенные проблемы со здоровьем, девушки предложили, врачи настоятельно сказали, есть мясо каждый день, стейки прям вот. И она послушно ела, как сказали врачи, как вот эти всякие Даринские говорят, и всякие кепки и прочие балаболы безграмотные. Ну и вот, что с ней произошло. Собственно, от нее вы это самой услышите, что она заработала в виде серьезнейших заболеваний и как она справилась с ними и полностью избавилась от них. Прошло уже более полугода, и вот перед вами скоро это видео будет непосредственно отзыв человека. Я, кстати, внизу под видео дам ссылочку, где вы можете написать, и если она сочтет нужным, сама ответит вам, по крайней мере, на то видео, где она разместила в YouTube у себя на канале. Там нет подписчиков пока, но имеется в виду просто разместила. Ну, чтобы мне перекинуть, да, вот это вот письмо в виде видеоотзыва своего, вот вы можете посмотреть непосредственно полную версию. Мы чуть-чуть ее режем, минутки на четыре. Что мне очень досадно и обидно, да, и злоба берет. Вот в прошлом видео ответы на вопросы часть шестая я зачитывал в том числе от некой по-английски написанной Лидии Сазоновой вот это письмо под моим видео про кето-диету, где я разбирал лекцию генералова доктора о том, что он говорит о кето-питании. И она пишет, несмотря на то, что я полностью аргументированно, доказательно все там пояснил, все причины следственной связи досконально. Да, она пишет. Ведущий, то есть я, бредит. И неграмотен, это я. Критика не является таковой. Обычная болтовня, это она мне там пишет. Жаль времени слушать его бред. Если бы не генералов, то и не слушала бы, хотя она год на меня подписана, там значок такой в ютубе стоит. Представляете, зачем подписана, если все это бред, и из-за генерала выслушала, хотя могла бы его лекцию изначальную посмотреть, то есть найти сразу в интернете, и без меня, без моих пояснений ее просмотреть. И главное, вы покажите людей, которые вылечились, а все эти сравнения пустое. Ну что ж, Лидия Сазонова, вот вы тоже имеете такую возможность посмотреть это видео. Надеюсь, что после этого вы найдете в себе честность, порядочность и мужество, ну просто человеческую порядочность, извиниться передо мной и написать вот прям под этим видео, которое вы сейчас, вероятно, смотрите, я надеюсь, что извините, я была идиоткой, непорядочным человеком, ну и все в таком духе. Да, я надеюсь, что вы так поступите. Итак, подведем итог. Информация просто уникальна, с одной стороны. С другой стороны, это закономерности, если человек учитывает все то, о чем я рассказываю. Не какую-то волшебную отдельно взятую пилюлю, а пилюлю в виде системного подхода, когда мы учитываем все многообразие факторов, которые влияют на человека, убираем вредные, добавляем необходимые полезные, лечимся и так далее, меняем питание, образ жизни, мышление, то есть комплексный подход, чему я учу, рассказываю, например, на индивидуальных консультациях. Но видите, и мои индивидуальные консультации иногда не нужны, когда человек здравого ума, когда он действительно обладает возможностью грамотно проанализировать и не полениться, посмотреть все мои лекции, выписать, законспектировать, понять методику, в чем суть. Иногда, конечно, определенная доля везения, что человек просто правильно сделает, хотя, может быть, не все понял. Однако, главное, это доказательство того, что вот такое чудо возможно, а на самом деле просто законы природы. Если человек прекратит глумиться над законами природы, переборет в себе непомерную гордыню от уверенности того, что он все знает, как надо питаться, жить и так далее, перестанет спорить, что он является каким-то хищником, хотя, разумеется, никаким хищником или всеядным он не является, и всего лишь будет учиться, слушать и учиться. Ну, как профессор Преображенский говорил Шарикову в свое время. И злобы или какой-то, так сказать, вот обиды на меня, что я порой груб или что-то, не то, что не должно быть. Ну, у разумного человека должна быть благодарность за то, что я груб, потому что часто с многими людьми по-другому невозможно, они не поймут. Так я им хотя бы шанс даю, чтобы они задумались. Разумный человек, он только суть воспринимает. Дурак же, наглый, горделивый, самомненный такой, да, он всегда будет все охаивать. И иногда только у некоторых из них сработают мозги, когда им по ним хорошенько палкой ударят. Поэтому все, что я делаю, я делаю не просто так. Это наперед говорю я, да, а делаю совершенно осознанно и понимаю, зачем я это делаю. И вижу обратную связь, что даже у людей, которые мыслить уже не могут, иногда тоже получается достичь цели, которая им же сделает жизнь их лучше. Ну, а теперь приятного вам просмотра. Я надеюсь, что вы напишите что-нибудь мне под видео, конструктивное, вот под это видео. Да, и наперед скажу, потому что будет куча писем, и я просто знаю, что они будут, несмотря на то, что под каждым видео есть где купить тот или иной препарат, продукт. Я опять скажу, нажимаете еще, а на смартфонах это выглядит по-другому. Открываются ссылочки, и там обязательно на первых местах будут стоять такую-то программу или препарат купить, но все есть это на нашем сайте. Поэтому главное, ссылочка на наш сайт. Почитайте отзывы о наших продуктах и товарах. Посмотрите вот это видео. Неизлечимая лечится. От такой же ситуации, только там гораздо более в запущенной форме было. Ну, 15 лет или около того, у женщины был аутоиммунный тереоидит. Врачи, когда все поняли, увидели, что они не ошиблись, они ее 14 лет вели, что вылечилась она полностью от того, что не лечится. Они сказали, дайте нам эту методику. Ну, так поступают разумные и порядочные люди, и врачи в том числе. Так вот, теперь вы по аналогии можете судить и обо всем, о том, о чем я говорю о лечении других болезней. И попрошу вас, дорогие друзья, кто меня уважает, кто хочет мне хоть как-то помочь, вот когда вы увидите, а вы читаете, пожалуйста, комментарии, попрошу вас такую волонтерскую помощь, и увидите наглые, циничные, какие-то вот такие комментарии, выпендрежников, пустословов, пустомель, бездельников и так далее, ну, дайте им какие-то ссылочки, посмотреть, вот доказательства хотите, вот, пожалуйста, там, и так далее. Настолько трудно уже с этим совсем, что я уж порой думаю прекратить вообще отвечать там на вопросы и пореже что-то записывать. Поверьте мне, не то, что дел хватает. Я вот в седьмой части зачитаю несколько писем, в седьмой части ответов на вопросы, что мне вообще некоторые люди пишут по этому поводу. То есть, вот, собственно, так сказать, вот действительно, зачем я трачу свое время просто на все на это, порой на всяких идиотов там и так далее. Невозможно не обращать внимания, потому что, когда у человека, ну, обостренное чувство справедливости, вот как у меня, невозможно спокойно пропускать вот эту наглую циничную ложь, понимая, что человеком должны руководить здравый смысл и логика, что должны быть какие-то факты и аргументы, а не охаивания пустые. И я-то все, что говорю, подтверждаю фактами абсолютными. Ну, вот, собственно, и все. Итак, смотрите и жду от вас комментарии обязательно. Всего вам хорошего, приятного просмотра. Добрый день всем, кто смотрит данное видео. Это видео-отзыв, благодарность Юрию Андреевичу Фрорлову за его труд. Я в двух словах расскажу о себе, какие результаты я получила благодаря методике Юрия Андреевича. Значит, я 14 лет, как отказалась от мяса, это произошло в мои, там, 20 лет примерно. Это решение далось мне очень легко, никаких срывов никогда у меня не было. Единственный период в моей жизни, когда я после этого ела мясо, это была моя первая беременность. 7-8-9 месяц беременности, когда у меня упал гемоглобин. Врачи очень настаивали на том, чтобы я ела мясо. У меня не было необходимых знаний, и у меня не было Юрия Андреевича, к сожалению, под рукой, чтобы посмотреть, чтобы понять, что я делаю не так, и восстановить свой гемоглобин. За то, что я ела мясо каждый день в виде стейков, вот эти вот 3 месяца, я потом очень сильно поплатилась аутоиммунным тиреодидом к кистой щитовидной железе. И вылечилась я от этого благодаря методике Юрия Андреевича. Об этом я сейчас все подробно расскажу. Уже в 26 лет я отказалась от рыбы и яиц, и, соответственно, уже когда познакомилась с трудами Юрия Андреевича, я отказалась от молочных продуктов. Сейчас я нахожусь на 7-м месяце своей третьей беременности. Я не полностью сыроед, я ем веганскую пищу, я ем гречку, салаты, и я ем чечевичный суп. Я проращиваю себе, хотя мы сейчас уже последние полгода благодаря Юрию Андреевичу тоже осведомлены, что гречку и чечевицу желательно не кушать, поскольку там есть лектины, но на сегодняшний день полностью отказаться от вареной пищи я не могу. Я активно чистилась и голодала, но какого-то такого эффекта, что вот я такая почищенная, и тогда, соответственно, у меня нет токсикоза, лично мой организм такого не знает. Возможно, у кого-то, у девчонок, у сыроедок, да, действительно, получилась всю беременность на сыроедении, у меня, к сожалению, так не получилось. Но я считаю, что это не страшно, не критично, потому что я заменяю это все большим количеством других полезных вещей. Что я традиционно из рекомендованного вами, Юрия Андреевича, делаю? То есть каждое утро у меня начинается с водородной воды. Водородная вода – суперклассная вещь, особенно действительно вот с этого прибора АКВП. С АКВП очень классный мочегонный эффект и очень классный эффект насыщения, действительно, восстановления водного баланса. После того, как я утром принимаю водородную воду, я пью спирулину и на ночь я пью фукус. Теперь к грустному. Что же произошло с моим аутоиммунным тиреодидом? Значит, после того, как я ела активно три месяца мяса, а до этого, получается, пять лет уже его не ела, обнаружили гисту в щитовидной железе и еще где-то месяца через два после этого поставили диагноз аутоиммунный тиреодид. Обратились мы в эндокринологический научный центр, к самому именитому профессору. Мне предложили сделать, конечно, сразу операцию. Очень сильно меня напугали тем, что если я сейчас не сделаю операцию, что мне вообще жить осталось до лета, потому что операцию я делать не хотела и задавала на их взгляд очень много глупых вопросов, например, таких, как если мы сейчас прооперируем кисту, удалим щитовидную железу полностью, то как же, куда же денется само аутоиммунное заболевание? На что они мне говорили, ну это на сегодняшний день не так важно, важно вот вашу гормональную систему восстановить, а для этого надо просто удалить щитовидную железу, а потом дальше видно будет. Да, действительно, бывают рецидивы и на яичники, и на головной мозг, и статистика этого достаточно высокая, но бывает такого, что не бывает таких случаев, поэтому давайте начнем с удаления щитовидной железы, а дальше видно будет. Тут как бы спасибо моему мужу, который меня поддержал, нашел методику сухого голодания, мы поехали с ним в Кисловодск, голодали 7 суток на сухую, потом я была на сыроедении, и где-то месяца через 2 я сдала анализы, гормоны ТТГ у меня были в порядке, остальные гормоны у меня тоже были в порядке, но сама киста, конечно, ни за месяц, ни за два, даже на сухом голодании, так быстро не рассосалась. И тогда я принимала по вашей методике, вот, шитаки, рейши и веселку, мне этого маркерного курса, в принципе, как вы и говорили, хватило на 3 месяца, и сейчас я принимаю грибные препараты по 3 месяца, 2 раза в год, в различных комбинациях, то есть вы в своих фильмах пишете о различных комбинациях, о том, что надо делать маркерные курсы, и смотреть, насколько они подходят каждому человеку индивидуально, я вот решила по этой методике, например, комбинировать там дождевик, трутовик, шитаки, рейши, ну, то есть и 2 раза в год такими различными комбинациями пропивать их по 3 месяца от различных болезней, просто как бы в профилактических целях. Также с этого же, ну, 2016 года, примерно, получается, наверное, как я вот начала заниматься лечением своей кисты, я принимаю фукус все эти годы, и каждую весну, где-то 1 месяц, может быть, даже чуть побольше, я принимаю свежевыжатый сок лопуха 3 раза в день, это как бы в дополнение еще к тому, что традиционное мое питание, это тоже, в принципе, вид грас, ежедневно утром, которое я проращиваю, да, ну, и все мои остальные там сыроедные каши из льна или из кунжута на основе там овощей и фруктов. Вот, что еще хотелось сказать по отзывам о продуктах. Сейчас я живу в Подмосковье, на Новой Риге, в коттеджном поселке, и здесь девчонкам, и из соседних поселков девчонкам предлагаю детокс-программы на основе вот проростков, на кунжута, на основе фруктов, это смузи, и привожу им водородную воду. Все замечают, что она обладает очень классным противоотечным свойством, то есть даже те морщины, особенно, например, носогубная морщина, которая образовывается за счет отека лимфы, она проходит буквально за один день приема водородной воды. Очень классные отзывы о том, как она ей хорошо помогает снижать вес, и я вот, ну, по себе точно знаю, что она действительно помогает убрать сухость кожи. И из таких еще супер отзывов о фукусе расскажу вам такую историю, что к нам приехала свекровь, у нее разыгралась подагра. С вечера мы ей нанесли фукус, завернули это в пищевую пленку, и она с этим фукусом всю ночь спала. На утро не было никакого следа от подагры, не было отечности, не было раздутой ноги, были абсолютно две одинаковые, ровные, красивые ножки. Несмотря на то, что это даже был нечищенный организм, фукус способен за ночь снять такое серьезное воспаление, как подагра. И это действительно очень классный сорбент. Вот, поэтому я его принимаю, в принципе, вот две столовые ложки на ночь, и я думаю, что это просто, это, ну, на самом деле, панацея для большинства людей, у которых нету времени, чтобы чиститься, просто принимать даже элементарно фукус по две столовые ложки на ночь, и это уже будет очень классный эффект. Что мне хотелось бы отметить? Вряд ли бы вылечилась так быстро и так эффективно, если бы не применяла все вот эти вот препараты и способы лечения в комплексе. И я бы не смогла интегрировать всю эту информацию воедино. У меня бы просто не хватило ни знаний, ни времени, ни просто даже мысли бы такое не возникло. Юрий Андреевич, спасибо вам огромное за то, что вы это интегрировали в некую единую общую систему, когда человек может зайти, найти свои болезни, посмотреть буквально там несколько даже ваших видео основополагающих, выработать для себя какой-то наиболее оптимально подходящий набор, список там продуктов, потому что, возможно, кому-то что-то дорого, да, или я у меня спокойно получается проращивать вид грас на подоконнике, это очень легко и просто. То есть люди, благодаря вашим лекциям, они, в принципе, могут дальнейшее то, что вы предлагаете, могут и для себя как-то оптимизировать. Но если основы взять ваши, то, в принципе, можно, я даже скажу, не вылечиться от болезни, а, в принципе, можно быть просто здоровым, потому что это система, которая дает здоровье всему организму, она не лечит болезни, она просто дает здоровье всему организму, всем органам, сразу, в совокупности, взаимосвязана. Спасибо вам большое, я вам очень благодарна, и хочу, чтобы все люди по возможности следовали, по крайней мере, вот этим вот принципам здорового, адекватного питания, даже если кто-то, как и я, не может просто в одночасье сейчас взять и стать сыроедом, возможно, что для вас в этом и нет никакой необходимости, но, по крайней мере, вы точно можете улучшить состояние своего здоровья благодаря всем тем новшествам, которые Юрий Андреевич для нас предлагает. Всем спасибо большое за внимание. Да, еще, дорогие друзья, ну, решил все-таки вот эту дописку сделать, видео-аудиоформат, и попросить моего программиста в самый конец ролика вставить. Дело в том, что есть такие люди, один, может, из нескольких тысяч, иногда мне такое пишут, все это, мол, куплено или что-то такое, но есть такие подонки, которые судят о мире, о других людях исключительно по себе, по своему гнилому нутру и своему собственному пониманию жизни. Значит, никогда я в своей жизни ответственно заявляю. Никому ни копейки не платил ни за какие, разумеется, отзывы. Все люди порядочные, благодарные мне люди делали их по собственному желанию, по воле своего сердца. Все они искренние, все это было естественно на самом деле, порой, да любой человек видит и это, и такую хитрость, даже актерскую постановку всегда отличит от простого, обычного человеческого, вот такого, скажем, пояснения в видео. Это всем предельно понятно, любым разумным людям. Но все-таки я хочу здесь еще что, пару слов сказать. Вот на самом деле, вы не представляете, какое количество приходит мне писем разного рода, просто когда люди, например, говорят, ну вот вы только не говорите, я боюсь глазить, что-то такое. Вот я тоже сейчас спросил у девушки, написал ей вот Эля, да, она сказала, да, конечно, разместите, я рада буду помочь людям. Вот. И я благодарен особенно таким людям, потому что действительно, ведь главное не только то, что человек лично, да, избавился от проблем, это очень важно, но еще очень важно, чтобы люди не теряли надежду. В общем, что хочу я в заключении сказать. Да, мне очень важно, чтобы люди, во-первых, порядочные, нормальные, хорошие люди, кому нужно помочь, имели, скажем, вот эту палочку-выручалочку, то есть эту информацию, когда они поймут, увидя, послушав от человека, который тоже прошел через, как говорится, большие проблемы и беды, что это возможно. Это уже огромное дело, это чуть ли не половина к успеху, да, вера. Но вера не на пустом месте, просто что хочется верить и в забвение призывать. А вера основана на понимании, что ты знаешь, ты понял, что это возможно. Это первое. Второе, конечно, закрыть пасть тем оголтелым наглецам и подлецам, которые, не имея никакого права и никаких оснований, однако, судят, уверенно, безапелляционно, нагло и цинично. И вот таким гаденышам прикрыть рот я, конечно же, тоже хочу, это будет для меня большая отрада. Вот, это вторая задача. Ну и, конечно же, доказать медикам, что пора бы им все-таки многим повышать квалификацию и видеть мир, но, скажем так, с открытыми глазами на него смотреть, а не через призму своих теорий, а главное верований. Именно верований, потому что практика критерий истины, и поскольку мы видим обратное зачастую от того, что многие из врачей говорят, пора бы многие вещи пересмотреть и в биохимии, и в медицине, и, собственно говоря, в здравом смысле покопаться у себя, поработать со своей логикой, интуицией там, и прочее, прочее, прочее. Вот эти три основных момента. И, конечно, я верю еще в том, что вы сможете помочь многим своим родственникам, знакомым, родным там, кто не безразличен вам, друзьям своим. Быть может, по крайней мере, вы сделаете то, что должны сделать, по-человечески, как говорится, дать им информацию. Уж плюнут они в вас, разотрут они это все, выкинут в помойку. Это уже вопрос второй. Ваша совесть будет чиста. Это вот, пожалуй, четвертое, что для меня очень важно здесь. Ну и, собственно говоря, ваша благодарность в виде обратной связи и поддержки тоже мне, конечно же, важна, потому что только благодаря этому, разумеется, у меня есть еще хоть какой-то, ну, скажем, интерес делать дальше. Потому что, поверьте, у меня есть столько дел, что и 10 жизней на это не хватит. А зарабатывать я всегда зарабатывал всю жизнь и в советское время, и сейчас, и всегда смогу, занимаясь любыми, переключаясь на любые виды деятельности, буквально за 2-3 дня. Это совершенно вопрос десятый. Это тоже не понимают только глупые люди, не понимая вообще, кто я и какие у меня есть, как говорится, возможности, да, данные от природы. То есть мне совершенно не имеет значения вопрос денег. Безусловно, те средства, которые я получаю с продажей вот этих препаратов жизненно необходимых, без которых бессмысленны любые лечения комплексные, продуктов уникальных и так далее, все, что у нас на нашем сайте nadgar.ru, вы можете приобрести. Разумеется, это все идет в землю, в проекты, не в какие-то острова там в Карибском море или замки в Англии, а только в России, только в землю, только в производство на земле. И поэтому вот эта обратная связь в виде поддержки материальной, что называется, это обоюдное наше с вами, что называется, с любыми разумными людьми, ну такая обоюдная благодарность, да, то она находит самые лучшие применения, а именно в родную русскую землю, что называется. Ну вот и все, на этом, пожалуй, я закончу. И, конечно же, если вы сочтете это нужно, прошу вас дать эту информацию как можно большему количеству людей, то есть разместить там в соцсетях, кто-то зальет у себя на канале в YouTube, у кого есть. Ну то есть я считаю, что вот возможность помочь людям упускать нельзя. Поэтому прошу помочь информационно своим близким людям. Всего хорошего, желаю вам всем порядочным, разумным, честным людям, крепкого здоровья и до новых встреч, до новых моих видео, кто еще не подписан. Очень советую, подпишитесь на мой канал в YouTube, а главное, поставьте при подписке колокольчик, чтобы вы получали уведомления о выходе моих новых видео и не могли их пропустить. И тогда, соответственно, ко мне будет меньше пустых вопросов, на которые я устал отвечать уже, потому что люди невнимательны и просто не видят многие видео, которые у меня выходят на канале. Будьте, пожалуйста, корректными в этом вопросе тоже. Если интересно, подписывайтесь. Ну, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok